Начало октября, уже начался листопад и это самое время заняться обработкой всего сада и не только деревьев и кустарников, но и ягодных кустарников. Их нужно обязательно обработать каким-нибудь средством, которое их убережет от распространения различных грибковых бактерий, от вредителей, от различных возбудителей болезней. Если мы сейчас с вами этого не сделаем и все оставим до весны, то все бактерии, которые сейчас находятся на листьях, на ветках, на стволах, также на кустарниках, они все попадут внутрь деревьев и с сокодвижением будут распространяться по всему, по всему кусту, по всему дереву. И вот чтобы все это нам прекратить, нужно сейчас обработать сад. И обработать сад нужно более повышенной концентрацией какого-нибудь раствора. Можно использовать бордосскую смесь, медный купорос, железный купорос, можно обрабатывать карбамидом. Мне же нравится применять ранней весной, до набухания почек и поздней осенью, когда уже начинается листопад бордосскую смесь. Так как в нее входит и медный купорос, а это натуральный антисептик, и известь. Но известь здесь применяется разведенная, то есть гашеная. Бордосскую смесь можно использовать почти на всех садово-огородных культурах. Но нужно единственное помнить, что летом мы ее применяем всегда только в 1% растворе, а вот ранней весной и поздней осенью мы используем 3% и в редких случаях можно использовать концентрированный 4% раствор. И сегодня я буду обрабатывать весь свой сад и огород бордосской смесью. Я выбрала время, когда у нас нет дождей, нужно хотя бы 2 дня, чтобы не шли дожди. Иначе если вы обрызгаете все свои кустарники бордосской смесью и в этот же день пройдет дождь, просто все смоет и нужно будет обработку снова повторять. Ну а сейчас покажу, как правильно сделать бордосскую смесь. Для приготовления этого раствора нам понадобится 4 ведра. В одно ведро я налила 5 литров холодной воды, в другое ведро я налила 5 литров горячей воды. Также нам понадобится еще 2 разных палочки. Мы ими будем мешать смеси. Одной палкой известь, другой палкой купорос. Одной палкой это делать не надо, иначе может произойти раньше времени химическая реакция, которая нам сейчас не нужна. Но начнем мы, конечно, с извести. Я вам уже говорила, что если летом мы применяем бордосскую смесь, мы делаем 1% раствор. 1% раствор это 100 грамм купороса и 100 грамм извести. Она же называется окись кальция. Кстати, это еще и очень полезное удобрение. И все это готовится для 10 литров. Мы же сегодня будем готовить 3% раствор. Поэтому я возьму 300 грамм извести и 300 грамм купороса на 10 литров воды. Вот тогда получается 3% раствор. Первым делом высыпаем в ведро 300 грамм извести. И в известь сейчас мы будем добавлять холодную воду. При соединении извести и воды известь начинает закипать. Поэтому будьте осторожны, чтобы вас не обожгли брызги. Добавляем сначала литр, еще один литр. Вот видите, она уже закипает, пузырится. И размешиваем. И только когда хорошо перемешали всю известь, доводим известковое молочко до 5 литров. Сейчас нужно будет разводить медный купорос. Тоже берем пустое, чистое ведро и высыпаем 300 грамм медного купороса. Температура воды для разведения медного купороса должна быть от 40 до 50, не выше. Иначе вы просто испортите раствор. Но и ниже ни к чему, потому что медный купорос разводится очень плохо. Вот у меня как раз здесь нужная температура. Добавляю сначала небольшую порцию, где-то около литра-полутора и развожу. Так как медный купорос фракция довольно крупная, поэтому нужно тщательно-тщательно размешивать. Почти все растворилось. Доводим до 5 литров. А вот сейчас нужно подождать, пока у нас два раствора полностью остынут. Они должны быть одинаковой температуры. Вода должна быть холодная, растворы должны быть холодными. Ждем. Ну и периодически их помешиваем, чтобы все фракции растворились. Медный купорос остыл, оба препарата одной температуры. И вот теперь самое время их соединить. Сначала мы размешиваем известковое молочко. И небольшими порциями мы в известковое молочко будем вливать медный купорос. И постоянно помешиваем. У вас должен получиться красивый раствор небесно-голубого цвета. Вот это правильно приготовленный раствор. Эта смесь прекрасно борется почти со всеми заболеваниями. Это и фитофторосы, и монолиосы, различные пятнистости, грибки, альтернолиоз. В общем, с чем только не борется эта смесь. Универсальное средство. А вот эти два компонента, когда они начинают дружить друг с другом, их действие еще усиливается. Можно, конечно, и просто медным купоросом обработать весь сад. Это тоже хорошо. Но вот такая смесь будет более эффективная. А главное, что известь имеет ранозаживляющее действие. Ведь вы знаете, за лето у нас некоторые стволы деревьев трещат, где-то парша появилась, где-то их вредители подъели чуть-чуть. А известь прекрасно все залечивается и борется с этими ранами. И наши с вами растения в зиму уйдут очень здоровые. Я смешала два компонента. Получился вот такой красивый небесно-голубой цвет. И сейчас все заливаем в опрыскиватель. Можно использовать какое-то сито. Нужно обязательно процедить. Но не используйте никаких железных предметов. Иначе просто произойдет окисление. Я же прокладываю просто марлю и заливаю раствор. Не забудь тягивать маску. И я всегда начинаю со ствола. Со всех сторон скелетные ветки. А потом уже только перехожу вот на эти мелкие ветки. Для молодого дерева будет достаточно двух литров. И молодые кустарники, деревья нужно опрыскать обязательно. Ведь у молодых растений очень слабый иммунитет. Они еще не умеют защищаться. И поэтому без обрызгивания они могут просто не пережить зиму. Если вы будете обрабатывать ягодные кустарники, например крупноплодную землянику, мелкоплодную землянику, то на 10-метровую грядку нужно использовать полтора-два литра. Ну а если уж дерево совсем большое, то там будет 5-6 литров. Вы уже сами увидите сколько понадобится. После того, как я всю обработку сделаю, нужно будет растение подкормить. И когда установятся заморозки, не будет дождей, нужно будет все стволы у деревьев и кустарников побелить. Это убережет от солнечного ожога зимнего. Точно так же это убережет от вредителей. Многие вредители погибнут. Ну и конечно это хорошая профилактика. Ну на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!